Добрый день на седьмом. Проведу его я, Сергей Бандур. А сегодня мы поговорим об искусстве театральном. И не случайно. В Одессе только закончился Одесский международный кинофестиваль, а наш город уже готовится принимать Одесский международный театральный фестиваль. И сегодня в гостях у нас актриса, соорганизатор этого фестиваля Надежда Марченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Основная задача фестиваля, как написано, организовать комфортное пространство и пригласить людей, готовых испытать блаженство от творчества в самом чистом и первородном его проявлении. Звучит очень заманчиво. Расскажите, что нас ждет, что за мероприятие будет? Ну, добрый день, зрители. Значит, это сеть спектаклей. Цепочка, череда мероприятий, творческих перформансов, мастер-классов. В течение одной недели приедут гости из разных городов, а также даже стран разных. И ждет нас, я думаю, как раз именно соприкосновение с творчеством, неприкрытым его виде. Это не профессиональные театры приезжают. Это не какие-то вот прям вот приехали лауреаты, заслуженные, народные. Это приехали люди, которые просто занимаются творчеством, театральным творчеством. И они показывают, ищут что-то новое абсолютно, не то, что привычно зрителю. То есть собираются люди, которые любят театр, которые умеют его показывать, умеют делать постановки, они собираются, это как творческий между собойчик, который получится довольно масштабным, правильно? Ну, не то, чтобы между... Ну, в принципе, да, между собойчик. Все, в принципе, друг друга знают. Вот после прошлогодней концентрации событий, вот люди вернулись, прибавилось много новых коллективов и просто одиночных мастеров. У нас сейчас уже идет серия мастер-классов. К нам приехал канадский режиссер, постановщик, автор, автор такого технологии интенсивного театрального актерского обучения мастерства. Вот он преподает. Он уже сейчас интенсивно ведет мастер-классы, и что самое интересное, людей все прибавляется и прибавляется. И завершит он свою деятельность 31 числа, это будет как бы завершение этой недели такой насыщенной, спектаклем «Стена номер». И все, кто вот проходят сейчас мастер-классы, практически все будут на сцене. То есть, по сути, это ускоренные курсы театрального мастерства с погружением, то есть, мало того, что теорию, еще и практику. На практике это воплощается все, да? Да, да, да. Это вот я вчера даже сама лично побывала на одном из мастер-классов. Я хочу сказать, что это довольно-таки интенсивно и очень непросто. Те люди, которые вот сегодня там занимаются, это с 10 утра до 3 часов дня. Ну, они так это массировано их атакуют. Но это очень интересно. Скажите, фестиваль имеет статус международного. Откуда участники, сколько их, из каких стран они приехали? Ну, у нас есть, значит, театр из Молдавии, есть представители России, приехал канадский режиссер, также есть представители Болгарии, ну, собственно, Украина. Может, я чего-то даже и упустила, может, еще что-то есть. Так вот я на вскидку и не вспомню. Давайте немножко приоткроем завесу тайны для наших зрителей и расскажем, какая же программа все-таки у фестиваля, что можно увидеть и, главное, где можно увидеть, куда нужно идти, чтобы попасть на те же замечательные курсы. Ну, вот на курсы, наверное, мы уже все упустили, да. Реклама шла по Фейсбуку, также на каналах раздавались флайера, уже с мастер-классами вряд ли. А куда сходить еще можно? Значит, смотрите, вот сегодня одно из зрелищных мероприятий, оно же и открытие фестиваля, спектакль «Сватба». Он так и называется, это не ошибка. Это «Сватба», это некая компиляция трех коллективов. Это «Оранжевое настроение» корпорация клоунов, это театр «Рамала Тор» танцевальный и группа-проект «Карадензия». И, значит, сегодня еще есть возможность попасть по входным билетам. Это на улице Приморской, 15-17, клуб «Центр событий», даже не клуб, «Андерпап». Это вообще удивительное такое вот будет действие, это даже не спектакль. Это свадьба. Вот во все ее прекрасах. Вот как вот проходят свадьбы? С свадебными хлопотами, с подарками, тостами, драками, кражей невесты, кражей туфель, с танцами, со столами, с тортами, все как положено, с какими-то нелепыми, неловкими ситуациями. Это очень весело, во всяком случае, однозначно. И очень зрелищно. Спектакль будет проходить в зале. Все актеры находятся в зале вместе со зрителями. То есть зрители будут гостями и участниками, да? Они есть гости. Многих, кого встречали в городе, просто раздавались пригласительные на эту свадьбу. Ну, кого не встретили, извините, но приходите. В принципе, пригласительные были разданы, приглашались все. Это то, чего еще не было в Одессе. Спектакль на улице, спектакль за столом. Это спектакль за столе. Ну, и со своей, конечно же, интригой. Ну, и по всем канонам свадьбы. Я думаю, что это будет очень-очень весело. Ну, я думаю, многие наши телезрители сейчас заинтересовались. Они пойдут во сколько начало спектакля? А, начало в 20.00. 20.00. Ну, еще время есть добраться, купить билеты. Скажите, помимо этого, что еще будет интересного? Ну, будет, я думаю, что интересное все. Но вот сказать, что будет интереснее, я же сама не видела еще. Я не могу сказать. Все постановки новые. Не привозят на фестиваль повторы. Я знаю точно, что мероприятие будет происходить в театре Буфон, Екатерининская площадь, 6. Там будет 28-го спектакль. Суррогаты. Я видела режиссер Юлия Сулима. Она привозит сюда. Значит, она в Киеве. Сама киевская. Но попутно у нее проекты есть в московске. В прошлом году я видела ее спектакль. Это было очень интересно. Это тоже было очень необычно и очень своеобразно. О чем спектакль, я тоже пока не знаю. Как бы не принято так спрашивать. Ну, что ты привез там, расскажи нам. То есть сюрприз должен быть и даже для организаторов. Ну, безусловно. У нас же какая такая еще философия? Мы никого не отбираем. У нас нет отбора, нет там каких-то вот вы нам представляете свои там портфолио, а мы смотрим. Подходите вы нам или не подходите. Ну, нельзя определить по картинке или по какому-то релизу какой спектакль и как его увидят. Надо дать попробовать. Во-первых, зрителю насладиться тем, чего он не видел никогда, и не надо бы ему никуда ехать. А во-вторых, дать людям попробовать себя. Может, он создал что-то такое необычное, которое станет когда-нибудь системой. Это будет чем-то новым. Сейчас же мы находимся в понимании того, что все глобально устарело. Все не то, чтобы даже устарело, оно требует изменений. И театр в особенности, он должен убрать вот эту пресловутую четвертую стену. Нельзя превращать театр в телевизор. Получается, зритель пришел, так сел. Должно быть погружение, да? И сидит. Вот картинка по телевизору, все красивенько, все нет. Должен быть вот этот вот обмен энергии, должно быть вот эта атмосферность и понимание. И тогда это станет людям интересно. Ну и актерам, соответственно. Потому что актерам, когда вот эта стена, им тоже не особо интересно работать. Гораздо интереснее вот смотреть в глаза же друг другу, да? Чем я вот сейчас так отвернусь и начну там что-то вещать. Вот достану сейчас свою бумажку и начну там вот читать, что вот фестиваль будет там вот. И все четко, вот. Но вообще информация, чтобы ее получить, очень просто. Четыре буквы. О-А-Т-Ф. Точка-ком. Точка-юа. Все. И там есть вся информация. Там все детально расписано. Все детально расписано. Я могу что-то забыть, кого-то взять и обидеть, да? Сейчас вот и специально не сказала о нашем спектакле. Просто вот даже сегодня еще вот такая какая-то вот суета предсвадебная. Надо купить то, надо купить это, надо накрыть стол, надо проконтролировать, как приготовят еду. Еда будет, кстати. То есть все по-настоящему, да? Не, ну, конечно. Какая свадьба без закуски? Какая свадьба без компота и еды. И поэтому какая-то такая вот суета, я могу просто забыть. А вот там на сайте вот точно все есть. Там каждый шаг описан. Я рекомендую ходить по возможности на все. На все однозначно. Вот какая есть у человека возможность? Приходите, потому что это все необычно. Мероприятия проходят каждый день в течение недели, правильно? Да, каждый день и в день по несколько раз. День по несколько. Я знаю точно, что будет одно мероприятие в «Доме клоунов». Это на Ольгиевской. Не помню название. В общем, есть на что посмотреть. Есть, да, да. Информация есть на сайте, расписание можно посмотреть там. Пользуясь случаем, можно я на свой спектакль приглашу. Обязательно. Вот расскажите, что за спектакль, какая у вас роль? Знаете, сегодня это удивительное совпадение. Я не знала, что я поеду на эфир. И многие из людей, которые занимаются этим, заняты сегодня. Мой спектакль начинается примерно так, вот как я здесь сижу. Символично так довольно. Да, я вообще, честно, такая раз и так думаю, ооо, какая-то такая вот... Почувствовали сразу на сцене себя. Какая-то такая ситуация. Думаю, значит, спектакль может быть хорошим. Это иная история Фрэкин Хильдурбок. Всем известная героиня Фрэкин Бок. Все ее знают, и у нее была страсть телевидения. Ну, кроме того, что она занималась воспитанием детей, у нее была страсть телевидения. Я не буду рассказывать весь спектакль. Это долго, нудно и неинтересно. А вот состоится он 30-го числа в 19.00 в театре Буфон, Екатеринская площадь 6. Это абсолютно тоже новый спектакль. По пьесе украинского автора, Харьковского, она ко мне абсолютно случайно попала. Я считаю, что сам материал безумно-безумно интересный, глубокий. Автор, конечно, вообще, я не знаю, может, он там в каких-то кругах и известен, но мне он был неизвестен, и это было открытие. Для меня это Олег Михайлов, чудесный автор. И вот всем, кто занимается театром, и ищут пьесы, и говорят, что нету сейчас драматургии, есть. Есть современная драматургия, просто надо знать. И не сидеть вот так вот в рамках. Вообще, театр же, это не стены, это не вешалка, это не буфет. Это даже не свет, не звук, это энергия. И вот фестиваль именно показывает, как можно делиться этой энергией, ее переливать. Зрители, актеры, если они поменялись энергиями, все, значит, состоялось. Взаимозарядка. Да, значит, состоялось мероприятие. И неважно, помнишь, ты понял, ты сюжет, не понял, ты сюжет. Такое дело. То есть, по сути, ваше мероприятие – это возможность, как раскрыться новым авторам, вырваться, показать себя, так и новым коллективам, заявить о себе, получиться чему-то новому. Друг у друга поучиться. Вот мы дарим друг другу подарок общения и подарок самого творчества. Друг у друга учиться, понимать друг друга, что ты хочешь сказать, что ты хочешь сказать миру. В общем-то, а хочешь – не слушай. Все очень просто. В общем, сам фестиваль, он очень простой. У нас нет никакой коммерческой основы. Все, кто занимаются организацией вот этой плотной недели, это все в новом ракурсе называются волонтеры. Нам просто это нравится. Нам нравится вот эта атмосфера, даже тусовка театральная. Обязательно чего-то новое узнаешь, где что происходит. Вот приехал, допустим, Майк Дивайн. Это все-таки он профессор какого-то там, не помню. Я знаю, что… Вот доктор, он точно института Торонто. Но у него там куча регалий, я так и не запомню. У него 40 постановок по вот этой вот программе на разных языках. Причем язык оказался вообще, вообще даже никаким не барьером. Есть переводчик, девочка-волонтер из Канады, но она практически не нужна. Ну, первые минут 15 мы понимали, каждый, ну, те, кто не знают ничего. Каждое 11-е слово потом нам вообще не надо было слушать слова. Все было понятно. Есть энергия общения, есть вот эта вот связь. И это очень-очень реально здорово и круто. Вот то, что вот приехал уже. Ну, по сути, это вот вторая такая, да, неделя самого, самой идеи фестиваля. В прошлом году она была такая немножечко другая. Там было больше задействовано больших площадок. Там были задействованы площадки театра кукольного, маски. Была задействована площадка байгранта. В этот раз более маленькие, более такие камерные, точечные. Будет зеленый театр. Не зеленый театр, простите. В горсаду летний театр. Вот его открыли, да, и там тоже будет постановка. Для создания более уютной атмосферы, да? Там будет постановка. Будет постановка в Андерпабе. Будет постановка на Дерибасовской. На Дерибасовской будет Олег Савченко будет делать червь Олег и Ко. Я даже не знаю, что это. Примерно даже не знаю, что это. Я знаю, что это будет. Я не помню, правда, когда. То есть это будет происходить, грубо говоря, под открытым небом, прямо на Дерибасовской. Я так понимаю, что кто-то будет, ну, видимо, Олег будет один, а все остальные актеры – это люди, которые будут там ходить, отдыхать, там, не знаю, что-нибудь. То есть, по сути, принять участие в фестивале может каждый адресист, каждый турист. То есть, проходя даже мимо, можно поучаствовать, да? Да. Ну, вы сейчас участвуете уже вместе со мной. Вот все люди, которые работают. И хочу больше. И зрители участвуют, те, которые сейчас видят нас по телевизору, те, которые ходят по улице, они уже прочитали афишу, все, но уже действие есть. Ты уже участник фестиваля. Вот вы говорите, что у вас фестиваль довольно простой, но на самом деле это тот момент, когда простое, оно довольно интересно. Сильно подкупает фраза в описании фестиваля. Фестиваль покажет путь спектакля от афиши до постановки. Это подразумевается вот тем мастер-классы, которые проводятся у вас, да? Помимо того, что проводит канадский режиссер, какие еще есть мастер-классы? Мастер-классы будут, детские мастер-классы будет вести девушка из Киева, Светлана Анопко. Я не помню название, но это что-то связано с маской название. Оно, по-моему, на французском языке. Я не вспомню. Вот будут детские мастер-классы. Я говорю, я вот всей программы могу и не упомнить. Ну, Савченко Олег тут также всегда дает какие-то... Вы пришли и говорите, я вот хочу понять, как мне надо, а я хочу научиться там чему-то. И вас никто не откажет, возьмут и покажут что-нибудь. То есть вот такая наглядная живая шпаргалка для начинающих. Вот хочет человек себя открыть в этом деле, пришел, посмотрел, еще и спросил, и узнал многое. Да, конечно, конечно. Все, кто вот участвует, кто-то что-то знает, очень открыты к этому. Я честно скажу, сейчас вот на этих мастер-классах, которые вот еще идет до трех часов дня, я сегодня туда забежала, там неимоверное количество людей. И уже звонят и просятся. Ну, вот это такое вот свойство Одессы, да, прийти в последний момент, а что, а что вы меня не ждали, да, боже мой. Ну, когда был месяц и записывались там единицы, то уже, когда все началось, все бегут. Все в последний момент... Ну, это вот это же сарафанное радио. Пришло пять человек, первый день пришло человек 20. Вот на знакомство человек 20. На второй день пришло там 25 человек, сегодня уже 30. Хотят уже человек 100, но вместить все невозможно. Но можно дальше... Дело в том, что вот мастер-классы, они же проводятся сейчас концентрировано, но там 31-го вот все, Майкл покажет свой спектакль, мы там все посидим, поговорим, попрощаемся, мы разъедемся. Да, но спектакли-то будут идти. Мы мастер-классы, вы приходите, нас здесь, я говорю, мы хотим там мастер-класс. Ну, не проблема, мы вам говорим, куда пойти. Это все открытое пространство. Мы же даже была такая идея, но она сейчас витает в воздухе, переименовать не одесский, а открытый. Почему наш фестиваль не может пройти в каком-нибудь другом городе? В общем-то, театр же это не география. Ну, и тем более театр не ограничен какими-то временными рамками недели. Это условность, а искусство живет в режиме нон-стоп. Большое спасибо за интересный диалог, действительно было интересно. Захотелось сходить и посмотреть, даже поучаствовать в замечательном мероприятии. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня мы говорили о искусстве театральном, ведь Одесса принимает Одесский международный театральный фестиваль. В гостях у нас была соорганизатор фестиваля, актриса Надежда Марченко. Ходите в театр, развивайтесь культурно и не переключайте седьмой канал, впереди много интересного.